Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии под роликами. Вообще России доверять нельзя. Начнем с того, что они якобы не воюют и никогда не собирались. Так что и доверие Украины к заявлениям российской стороны в принципе очень низкое. Все дело в том, что 34 дня войны сильно потрепали армию Российской Федерации. Они не были готовы к такому отпору украинцев и не рассчитывали на столь длительные военные действия. Поэтому я думаю, что сейчас просто идет перераспределение сил на передовой. Силы России будут сконцентрированы на более достигаемых в военном смысле территориях. Это Луганская и Донецкая области. Политолог считает, что российские военные будут стараться взять эти территории как можно скорее. Чтобы, как он выразился, преподнести подарок своему диктатору, президенту Владимиру Путину. Если совсем честно говорить, то до 9 мая чуть более месяца. Я думаю, что российские власти хотят что-то приурочить к этому дню. Если не получится парады победы, где на белом коне выезжает Путин, то есть украинцам все же удастся выдержать давление до 9 мая, то тогда можно будет ожидать каких-то реальных переговоров между президентами России и Украины. Таким образом, Раевский расценивает результаты сегодняшних переговоров между украинской и российской делегациями как малозначительные в плане достижения мира, а главное – полного прекращения огня в ближайшее время. Несмотря на переговоры, боевые действия в Украине не прекращались. Как прошел 34-й день войны, смотрите прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова